Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем надирать жопы и чистить лица, и в общем-то в этом эпизоде у нас запланирована большая схватка вот здесь с магистрами. Ну, давайте начинать, как бы что-то долго тянуть. Время не ждет, как говорится. Кстати, у меня эта книга Джека Лондона лежит на полке и ждет своего часа. То есть книга ждет, а вот времени нет. О, здрасьте. О, магистр дайва. О, магистр дайва, как будто это, знаете, мы пришли с вами учиться дайвингу, и она такая, типа, я научу тебя дайвингу, я магистр дайва. Тупые шутки за 30. О, здрасьте. Что ж, ну они тут все довольно-таки скромные, ребята, так если посмотреть. А камушек не долетит. Причем странно, вот, а, ну, потому что это вниз, а то по прямой. Ладно, давайте. А жертва поте? Так, вот, вот. Щит сразу, видите, со спины такой, хоп, и пропал. Но мы это помним, мы это знаем. Загрязнение? Я думаю, магистр дайва вообще долго не проживет при таких условиях. Давайте, геоман, эту голову медузы сначала кинем. А, она у нас вот, вынесена, вспомнила. Голова медузы. Ой. Ага, я что-то увлекся и не оставил себе этих очков действия на, в общем-то, действие. Фу, рой москит. Стравотечение. Фу, что такое быть? Ладно, а ты можешь как-нибудь так пейну навесиком? Может, но... Я не знаю, мы ей уже сняли, в принципе, магическую броню, поэтому давайте нефтяного инкарната сделаем. Ну, просто потому что мы так можем. И поскольку у нас инкарнат не будет явно... Вот жалко, мы не можем на какую-нибудь вот такую балочку встать. Это было бы прям идеально, наверное. Ну, поскольку инкарнат вряд ли будет ее сбивать, потому что мы ей пиз-броню-то не распегачили, то нет смысла, наверное... О, а ты... А, он не докинет. Ладно, не докинет, да под себя сделай нефтку. Попутный ветер. А, там еще монахи, кстати. Но монахи, у них нет брони. Вот это важная и интересная особенность и отличие их от всех остальных. Поэтому отсутствие брони, ну, это значит, что мы можем их красным принцем разом кучу законтролить. Ну, и а-та-татушки лично им, лично им сделать. Ну, им красным принцем, им монахом. Питрости языка. Что ж, пока-пока. Магистр дайва больше никаких комаров сегодня. О-о-о. Что-то разум, по-моему, это Крит повышает. Если осмотреть... А, сила, интеллект, восприятие, точность. Короче, кучу характеристик. А красный принц, погоди. Ты погоди, не спеши. Лучше не будем торопиться. Вот этот гадюныш на всех кастует попутный ветер. Сию мне совсем не нравится. Мда. Во, монахи пошли. Я надеюсь, да, на красного принца. Ах ты ж, няшка. Давай-давай. Иди, иди к красному принцу. Иди к ящеру. Покажи, где ящер. Вот он, ящер. У тебя как с показыванием ящеров? Похуже. Там обстоятельства похуже с показыванием ящеров. Я вот только не знаю. Может, тогда мы... Так. Оп. Вот сюда. Не, лучше тогда все-то в таран. В любом случае. Так. Но мне не нравится, что красного принца будут колбасить сразу два чувака. Поэтому уж извините. А, еще и лучник. Еще и лучник идет. Хватит. А, первая помощь. Окей. Первую помощь можешь оказать. А, тем временем. Отдых. Наверное, отдых. Мне какой отдых вообще не нравится. Хорошо. Рикошет. Поскольку, ребятки, без брони, то надо как-то это... Да мимо. О, сколько у ворота, угаденыш, а? О, еще один добежал. Но вряд ли сейчас красному принцу прям сильно наваляют. Ну, а если наваляют, ничего страшного. У нас лечение всякие есть. Так что, воодушевимся. Включим ИСР. 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 Искр. Но... Несколько. Это... Это сложное слово. ИСР. И... Как-нибудь... Я хочу двоих задеть. О, нормально. А, при этом лучники все игнорят Сибилу. Вообще. Какого ляда все игнорят Сибилу? Ну, окей. Как бы то ни было, красный принц. Я бы думал, может им пропустить ходик, а? Или он может крутануться раз. Но он неплохо крутанется, скорее всего. Во. Он хорошо крутанулся. И, допустим, просто ударить вот этого безмолвного монаха, добить его. Но при этом интереснее, наверное, чуть пробежать. Да. Потому что мы таким образом активируем кровотечение на кучу врагов. А вот эти ребята все стали кучей. Главное, чтобы Сибила могла до них дострелить. Сибила, как у тебя с достреливанием? Ну, в целом, в целом вообще прям прекрасно. Троих мы накрываем нашими скиллами. Так что получайте, ребята. Наслаждайтесь. Раз. Получили червячков. Два. Получили. И бросок песка. Три. Отлично. Три слепых чувака у нас есть. И броня до Красного Принца ты дотянешься? О, она дотягивается до Красного Принца. Он получает каменную броню еще бонусом. Ну, и тут Смелый Рыцарь пришоль. Пришоль Смелый Рыцарь. Смелый Рыцарь остался без магической брони. И получил урон с землей. Аж вертушку тратить тут немножко расточительно. Но пока что-то произойдет, тысячи лет пройдет. А тем более враги как-то больше по бафу. То есть у чувака 30 хп. Он такой, да я сейчас усилюсь. Вот, но зато к нашим гуляниям подключаются еще безмолвные монахи. Но там у нас довольно-таки злая Лоуси. Лоуси постепенно становится злее и злее. Вот, а тут просто слепые чуваки, которые особо ничего не могут. Но тем, у кого есть броня, я бы предпочел ее разбить по итогу. Поэтому, Пень, подойди куда-нибудь сюда. Если ты не прочь. И вот этому лучнику давайте немножко броньку подснимем. Ну и получается, на следующий ход Пень что-то сможет сделать. А все решили колбасить Красного Принца. И я только за в целом. Но у Лоусеньки. У Лоусеньки у нее готовы искры. Единственное, мы немножко все загоримся таким макаром. Или нет. Вот если она вот так пробежит. Опа. Вертуху сможешь? О, Лоусенька может вертуху. А вертуха прокает искры. И как бы начинается полная дискотека и веселый хохотач. А Красный Принц? Сейчас можно кого-нибудь контаклировать. Например, вот этого регенищего. И после этого полететь вот сюда. Во. Прелестно. Ну что, друг? Ну, то есть, как видите, в нас влетает довольно-таки мало всего. У нас практически полная свобода. Того, что мы можем творить с ворожинами. Угу. А может быть, вот тебя не привезем. Мертвый. Вот тебя. У нем магическая защита есть. То есть, на самом деле, смысла нет. Просто тогда покидаем нашу бяку. Которая наносит, опять же, хороший довольно-таки урон. И вы, ребят. А вот здесь мы заюзаем пробежку. Просто, чтобы быстрее дойти. Потому что, опять же, реалистично. Реалистично мы с вами никого особо сегодня, ну, встанет не будем. Физическую броню мы не разбили никому. Ну, или... А, он может пешком подойти. Ну, хорошо. Пешком-то пешком. Вот так меня устроит. Но, опять же, нам влетать не на кого. Поэтому просто ранжовый атак. Ну, у него кулдауна, по сути, нет. Оба поджопничек. Поджопничек мистеру-монаху. Но все почему-то решили бить фейна. Вот, и интересная история. Но фейн вообще, как бы, не боится таких раскладов. Да. Он просто стоит на месте и держит оборону. Да. Гнет свое, можно сказать. И лоусенька. Ну, так она никого не заденет, но зато подойдет поближе. Гаден ушел. И... Отлично. Ну, тут у чувака есть свои проблемы. Гранат с гвоздями. Ну... Это уже, скорее, жест от... Не жест, а акт отчаяния. Ладно. Привет, монах. Увы, ах, пока, монах. Остался последний вот этот вот магистр. Давайте ему вот так вот пришлем. Потому что это и подлечит наших инкарнатов, и замедлит. Один хп у него останется. Ну... Один хп-то просто на тебе. Мне кажется, это самая постыдная смерть, когда тебя вот эта мелкая злая дрянь добивает. Ну, не знаю насчет злой, но они выглядят довольно-таки недобрыми. То есть, они звучат, как существо, которое крайне недовольно чем. Так. Зато у нас есть картошка, куча гвоздей. Я не знаю. Ну, гвозди, наверное, в какой-то момент нам пригодятся, потому что периодически мы будем в наши... В наши ботинки вбивать их. Ибо... Ну, ибо иначе мы будем постоянно скользить, и меня это задолбает. А все будут писать, чувак, ну, бей гвозди в ботинки. И я в итоге буду в какой-то момент вспоминать об этом и делать это. Благо, здесь не нужен скилл ремесла. О, записка с солевыми пятнами. Практически как Питер. Рапорт. Куда? Форт Радость. Откуда? С передовой. Полдуны в последней партии были вялыми, как сонные мухи. Мы еле смогли заставить их двигаться, и пришлось водить их на поводках, как собак. Наверняка Далис знает, что нужно сделать, чтобы заставить их подчиняться. Чтобы выстоять, нам понадобится куда больше батальонов, чем мы получили. Ящеры хорошо организованы и отлично сражаются. А, вы, гады, ящеров обижаете? Нет, это нельзя. Нельзя не трогать ящеров. О, стоп. А тут вот... Э, это полочка. Это полочки, друзья мои. Ну и еще гвозди. Ну, я так чувствую, мы здесь, в этой локации, гвозди с вами нарыли на плюс-минус все оставшиеся прохождения. Я не бухчу, но хотелось бы что-то еще посмотреть. Ну, а у нас тут только... Ну, все продадим. Все, что плохо лежит, пойдет вендорам. А плохо лежит тут... Опа, отмычки. Ну, кстати, насчет отмычек. По-моему, молотком из гвоздей можно сделать отмычки. Вот, есть такой нюанс. И что-то я вспомнил. Ну, то есть, это было совсем недавно, казалось бы. И, казалось бы, уже довольно-таки давно. Как мы пришли на остров вообще без всего, да, оказались здесь. И потом, ну, какие-то импровизированные оружия делали. Вот, ну, это было довольно-таки забавно все-таки. Это был интересный опыт такой. Потому что, ну, если бы он тянулся чуть дольше, был бы, с одной стороны, конечно, не очень хорошо. Потому что никто не любит бегать с импровизированными орудиями. А с другой стороны, ну, есть в этом свой какой-то шарм, что ли. Я не знаю, как это сформулировать. Ключ от причала. Нам так беспалевно, говорят, ключ от причала, что, ну, не так сложно найти замок, который он отпирает, наверное. Ладно. С ее есть молоток. И вот здесь последние полки оберем. Как хорошо, что у нас у красного принца основная характеристика это сила. Опа. Потому что, чувак, за счет этого может быть нашим мулом, да, таскать то, что плохо лежит. И, кстати, насчет этого я бы переставил ничего. Я почему-то, я не знаю почему, я ожидал там найти что-то прикольное. Но не нашел. Ладно. Кстати, насчет этого у нас немножко повреждена лоуси. Давайте быстрый, быстрый привальчик. И исследуем, что же у нас тут. Тут у нас, кстати, ну, ничего интересного и нет. По факту. Но вот есть сундук запертый. Правда, сундук четвертого уровня. Зараза такая. Опа. 78 не опознанный. А опознанный 189. Одноручный меч. Прекрасно. Но это все равно отправляется лоуси. Я не помню, планировали ли мы лоуси поднимать силу. Потому что, ну, она, поскольку продает все, было бы здорово, если бы она могла таскать поболее всего. Но это, наверное, не так критично. Потому что все равно у Красного Принца сила будет качана. И на тему всяких секретиков. Вот это тоже выглядит подозрительно. Как будто здесь будет проход какой-нибудь секретный. Но не будет. Ну, надеяться-то я могу. Правда, никто мне не запретит надеяться, в конце концов. Вот. Это у меня не отобрать. Я оптимист. Как, помните, ну, анекдот про двух детей, которые один, типа, неисправимый оптимист, а другой неисправимый пессимист. И родители решили их как-то проучить и исправить. И одному там надарили всяких клевых игрушек, а второму просто каках под кровать положили. И пессимист в итоге смотрит на игрушки такой, ну, мне это не нравится, с этим я не играю, вот это не то. Оптимиста Ко, а ко мне ночью лошадка приходила. Вот я стараюсь быть из тех людей, которые могут радоваться визиту лошадки, чтобы не происходило. Ладно. Давайте переместимся, наверное, в Порт Радость площадь, потому что нам бы, ну, начать скидывать наши достопочтенные товары. Нет, товары не достопочтенные, наши собранные товары достопочтенным торговцам. Вот так вот скажем. Красный Принц, давай, чего у тебя есть? Вот у него, давайте только Сибила сразу встанет. О, Сибила, Лоуси, я все еще их путаю. Вот моя памятная имена, это Притча Воязыца. Поэтому Лоуси сейчас у нас получит кучу все это, кстати, тоже на продажу уже, да? Ну, и мы кучу всего этого загоним. Давайте, наверное, встретимся, когда я все это уже у вендора размещу как-то во внятном виде, потому что иначе сейчас мы с вами состаримся тут, пока я буду все это перекладывать. Ну, в принципе, вот, я чуть было не продал следы тирана, но вроде бы больше ничего важного я не предлагаю торговцу, так что должно быть нормально. Ну, нормально, с 1500 голда, в общем-то, хорошие деньги, и это далеко не все, что у нас было, так что... Ну, подзаработали. И что у нас осталось-то, по сути, в этой локации? У нас остался лабиринт, лабиринт Гаргульи, где он? Здесь оружейная брака, а здесь гулки топии брошенный лагерь. Ну, то есть это не то, получается, нам с вами на Драконов пляж и будем пытаться пройти лабиринт Гаргульи, ну, либо идти отбивать корабль, к чему я пока не готов. А, Драконов пляж. Прелестно. А, не, не Драконов. Нет, Драконов пляж, все правильно, вот здесь должен быть где-то лаз. Там рядом прям лаз был. Я помню точно, там прям были эти кустики, по которым можно было спуститься. Э, кустики убрали. Вообще. Или не убрали, и я заблудился просто. Блин, а как нам? Нам в обход, что ли? Нам надо вот сюда. Правильно? Драконов пляж. Ну, а вот это вот, или, или лабиринт здесь? Нет, там оружейное, а тут место встречи искателей. Хм, нормально. Я внезапно для себя обнаружил, что я забыл, где находится тот самый лабиринт, который Гаргульи. Че, один момент, я поищу по карте визуально, потому что я помню, как он выглядел, но, ну, кажется, это он был. Ну, ладно, попробуем туда дойти. Я что-то потерял уверенность в себе в данный момент. По-моему, вот тут у нас, во, вот тут есть проход. Как минимум мы дошли до огненных вот этих всяких бочек. И сейчас мы придем к убежищу таким макаром, да? Не, ну вот. Вот это то, что нам надо. Лабиринт Гаргульи. И вот здесь мы заходили. Все, отлично. Нашелся. Так. А, вот. Вот этот лаз, но он не активен был, что ли, или я не знаю. Или я его не заметил. Такое тоже возможно. Я этот расклад совершенно не исключаю. Я не уверен, правда, что мы в этом эпизоде успеем с вами этот лабиринт пройти. Тем более, если он действительно из себя представляет лабиринт. Было бы, конечно, здорово, если бы у нас там тактический отход или что-то еще было у нескольких людей. Но, как минимум, Сибила может прыгать и перетаскивать кого-то к себе, если это необходимо. То есть, два человека мобильных у нас с таким макаром есть. Как минимум, это работает на нашу пользу. А, пусто, осмотрели уже этого мертвоискателя. Я просто жду, когда соизволят к нам Сибила и магистр Фейн дойти уже. Здрасте, Гаргулья. Я очень не люблю, когда мы куда-то заходим, и нас там запирают. А мы можем, например, так, хоп, стратегическое отступление. Во. В принципе, тогда лабиринт нам особо и не лабиринт. Опа. Историк. Опа, историк. А у него, кстати, тоже пламя преисподней. Сибила, а ты можешь просто... Гаргулья скрижащит каменными когтями в апостаментах и криплым голосом обращается к вам. Отгадай загадку путешественника. Как бы великий брак стал гасить горящего человека? А-ха-ха-ха-ха. Ой. Зашибись, Зашибись. Как бы, брат, фуё, фуё. Плавенные стрелки, пламенные палачи и прочая хрень. Ага. А я сохранялся? Давайте я загружу. Пусть мы знаем, что такой вариант он у нас есть. Интересно, а если мы благословление кинем? Ну-ка, отсюда достанем. Э-э-э-э, не, не достаёт. Хорошо, а если мы тебя закинем? А смысл его туда закидывать? Если у нас вся патька не придёт... Да, дверь заперта. Может быть, фейн сможет её взломать? Но я так подозреваю, что здесь... Да, здесь замки покрепче будут. И вот эту дверь тоже мы не взломаем. Ну, и если мы пройдём вот сюда и вот сюда, вот здесь есть некий портал. Ага. Помните, нам с вами говорили, что... Ну, нам нужно каждый раз душу в жертву приносить будет. Хорошо. Фейн. У фейна просто есть всегда опция плюхнуться в обморок и притвориться мёртвым. В случае чего? Поэтому, наверное, это проще отправлять его. Ну, это не выглядит совсем. Опа. А там, смотрите, вот тут есть тоже портал, который нас, видимо, переведёт... А вот тут есть кнопка. Кнопка и дыба. И ваза. Хорошо, допустим, вазу мы сможем наверх втянуть к кнопке. Ну, вот сейчас мы её поднимем сюда. Мне нравится, как она по-нормале становится. К поверхности такая дын-дын-дын. Я, типа, нормальная ваза. Ну, видите, да? Оно снепится и... Слишком высоко. Ага. Фейн не могёт. Но фейн может сам запрыгнуть. Фейн запрыгивает сам. И теперь... О! Опа! Не достать. Да, тот момент, когда телекинез мог бы помочь. Произошёл щёлк. Что этот щёлк сделал? Хороший вопрос. Ха. А, вот здесь что-то открылось. А вот сюда мы не ходили, вот в этот люк. Оф. Открылась ли? Или вот тут всегда было открыто? Что тут? Ага. А тут ловушки. И мы с вами, по сути, с другой стороны. Но здесь некая морозная дверь. Мне интересно, Лоуся, огнём ты её сможешь разморозить? О, мы смогли поджечь дверь. Но это нам не помогло. Обратно мы можем вылезти? К счастью, да. К счастью, да. А вот здесь что? Сюда не достать. Нам в любом случае надо где-то ещё добыть... Жертв, не жертв, я не знаю. Так. Хорошо. Давайте... Что мы сделаем? Давайте попробуем Красного Принца закинуть вот сюда же. Может быть, он сможет эту вазу метнуть. То есть, если у нас и есть сильный персонаж, который... Ну, типа... Достаточно силы, чтобы эту вазу закинуть. Это Красный Принц. А он может её к себе в рюкзак взять? Да. Теперь Сибила прыгает тоже вот сюда. Ну, допустим. Лоуси проходит куда-нибудь вот сюда. И мы Лоуси просто все перетаскиваем. Лоуси. Добро пожаловать. Хе-хе. Есть. И она получила в ответку урон за всё, что она сделала. И Красного Принца мы просто закинем наверх. Да? Вместе с вазой. Соответственно, Красный Принц окажется наверху вместе с вазоном. А, вот тут ещё кнопка была. А, и тут ваза есть. Блин. Ну, сейчас Красного Принца закинем наверх с вазой. И, получается, с Сибилой вернёмся нажать вторую кнопку. Посмотрим, что это нам даст. Я надеюсь, ваза при такой транспортировке не разбилась. Красный Принц. Сильву Пле. Показать всем. И, где нет. Нет. Где ваза? Как всегда, сортировать по новизне. Давайте. А можно автосортировка? Автосортировка. Не, не, не. По новизне. И ваза. А. Она недостаточно тяжёлая. Хорошо. Красный Принц нажимает эту кнопку. А, тогда Сибилла пойдёт и нажмёт вот там вторую. Эти бочки, наверное, можно использовать для этих целей. Вот чё я подумал. Вот бочка, наверное, да. Билла, дотащишь? Билла, смотрите-ка, может дотащить целую бочку. Это, наверное, хорошо. Правда, нам сказали, осторожно, тут ловушка. Что будет, если... А. Вот эта дверь откроется. Хорошо. Тогда давайте. Почему? Вот инвентарь здесь, конечно, немножко грустный. Давайте не будем ходить пешком лишний раз, потому что здесь ловушки на каждом шагу. И вот эту вот поставим вот сюда. Щёлк. Где щёлк? О, щёлк. Ну, у нас есть душа. А, и сундук. Ну, на сундук вообще я падок. Вот что-что. Но, правда, мне не хочется его разбить, поэтому... Оп. Вот сюда. Не, не разбился. Дай чё-нибудь хорошее. О, бух. Плащ таланта. Ну, ммм. Ну, слушайте, плюс один интеллект. Правда, нет искусства убийства. Но зато дофига брони. Здесь восприятие и лидерство. Против наших штанов... О, неплохо. А вот штаны прям хороший апгрейд. Давайте, чтобы я не забыл. Ну, я не знаю, два искусства убийства, да, и ладно. И тысяча мушей. Вот. И вот это отправляется к Лоусе на продажу. А ботиночки, пожалуйста, верни от греха подальше Красного Принца. А то окажутся они проданными. Продады бе. И где-то... О, вот он череп. Вот он череп, которым мы, получается, сможем заплатить с вами за то, чтобы дверь открыть. Ну, в хорошем смысле. Ай! Ай, а я сохранил. Не, не знаю. Ладно, пусть оно тут всё прогорит. И мы поставим другую бочку. Видимо. А если мы вот просто эту дверь... Да, череп. Да, череп нам приходится потратить. Ну-ка. Вот сюда бочку. Ну, перемещай её постепенно. Так и будет. А, там теперь эта штука так и будет стрелять, что ли? А где кнопка была? Вот здесь. Вот он. Я так надеюсь, что... Огонь... Мне кажется, лучше... Ну, безопаснее будет, если сюда сначала придёт Лоуся. И запустит дождик. Давайте всех обратно переместим. Ну, потому что... Вот этот вариант прохода, он, конечно, есть, кстати. Давайте посмотрим, что этот портал делает. Ну, интересно ради. Опа. Царство Аробус. Где мы? А! А там скелет гнома есть. Ага. Не, туда надо отправлять кого-то, кто довольно-таки мобильный и может телепортировать. Главное, кстати. Потому что тогда мы сможем скелет гнома как-то себе привести. А вот Красного Принца лучше перекинуть сразу за дверь, чтобы потом не ждать кулдауна. Угу. Извини, друг. Так. Если он в порядке, он в целом в порядке. Эйн тоже прыгнет. Хотя фильм может... Просто если мы с вами будем со скелетами сражаться, мне бы хотелось, наверное, сразу и, ну, встать как-то наизготовку. И Лоуси. Лоуси подходит к двери Сибила. Отправь тогда сразу Лоуси за дверь, поскольку Лоуси не сможет сама себя перевезти. Ой, только бочку не разбей. Правильно. Вот. А Тибила теперь может пройти через портал. Здесь, кстати, ничего нет. Нет. Ничего. Так вот. Она может пройти через портал и забрать там... Вот это вот. Скелет гнома. О, а тут что? Там что? Гномик кинжал. И чистая книга навык. Лучше мы к нему. Это будет быстрее просто на путь. Чистая книга навыка огня. О! И гномик кинжал. И скелет гнома. Ну, под ножи спадбора. И равно на халяву-то я не откажусь. Ну, прикольно, что есть вот такие вот, да, локации, которые можно поизучать и вообще. Вот, игра, конечно, пробуждает дух первооткрывательства и изучательства. И это чертовски приятно. Так. Мы вернулись. Ну, нам надо немножко подождать. Теперь получается. Вот это самое такое. Тут нужно музыку из лифта. Такое. А, ну, пока Фейн может перепрыгнуть. А Кофейн может к остальным присоединиться. И, кстати, нам далеко-то ходить не надо. У нас теперь есть черепок. То есть мы можем с вами и эту дверь открыть. Не допрыгнет. Ну, в смысле, не эту, а вот эту. Потому что если мы сейчас потратим черепок на эту дверь, то мы потом задолбаемся искать... А, я ее уже открыл. Я ее уже открыл. Окей. Окей. Ну, благо туда мы можем доползти довольно-таки легко. Нам просто надо огонь этот черт потушить, чтобы там все не взрывалось у нас позади. И, я так думаю, следующий. Ну, потому что этот эпизод уже нормальной длины, как по мне. А вот следующий эпизод мы с вами начнем с того, что устроим массовую потасовку с нашими друзьями огненными скелетами, судя по всему. Ну, с кем же еще? Так, аллоусь. Ой, а мы ей... Мы ей же разучили. Дождь. Был дождь и не стал дождем. Окей. Вроде как хорошо стоим. Все. Давайте на этом тогда закончим. Спасибо, Дахармс, Миша Лебедева и Юджина Ольна за то, что продолжают поддерживать канал. Следующий эпизод. Начнем сразу с битвы. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok